Всем привет! В эфире Мослектория. Сегодня мы с вами поговорим, чем человек отличается от банана на генетическом уровне. И помогать нам в этом будет Егор Мусин. Егор, привет! Здравствуйте! Спасибо, что позвали. Но сразу же вопрос. Что такое генетический уровень, генетический код, из чего он состоит и чем он вообще полезен научным сотрудникам, таким как твой? Ну, давайте попробуем копнуть совсем издалека. Скажем, что вообще вопрос о том, как передается биологическая информация, наверное, был основной вопрос для всех исследователей прошлого. Это вот наследственность, грубо говоря, почему от осинки не родятся апельсинки, почему дети в среднем похожи на родителей, но иногда на соседа, всегда, в общем, ученых волновало и беспокоило. Где вот этот материальный носитель того, что из себя представляет биология? И долгое время считалось, что это белки. Это логично, потому что мы состоим по большей части из белков. Белки состоят из 20 аминокислот и такой комбинаторикой, в общем, можно кодировать, наверное, сложные организмы. И это все было в эпоху, когда, например, появилась такая знаменитая расхожая фраза Энгельса о том, что «жизнь – это способ существования белковых тел». Но дело в том, что когда Энгельс это произносил, до конца в белках еще не были уверены. ДНК тогда уже тоже знали, но никаких доказательств о том, что носит информацию именно оно, не было. И Энгельс, на самом деле, говорил достаточно аккуратно. Он говорил про протеин. То есть «жизнь – это способ существования протеинов». Это была некая, скажем, философско-абстрактная концепция, некой, носящей информацию молекулы. Но так как все тогда были уверены, что протеин окажутся, конечно, белки, то на русский так перевели, что «жизнь – это способ существования белка». Теперь мы знаем, что «нет, точно нет». «Жизнь – это способ существования ДНК». Это и есть молекулы жизни. Все, что мы называем живым – это, по сути, воплощение ДНК или еще, скажем, есть такое РНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота и просто рибонуклеиновая кислота. Сначала, опять же, казалось, что она нам вряд ли может что-то носить, потому что ДНК состоит всего из четырех возможных букв. Четырех нуклеотидов, четырех азотистых наставаний. Будем называть их четыре буквы, собственно, генетического кода. И когда его даже находили, то сразу понятно было, что человек такой сложный. Наверное, все-таки, опять же, это белки своими двадцатью возможными буквами, а не ДНК своими четырьмя буквами. Думали, что ДНК – это просто такая полка внутри клеток, на которой вот эти наследственные белки и сидят. Но теперь мы выяснили, что вся информация о том, какие белки в нашем организме есть, это все-таки именно что ДНК и последовательность всего лишь четырех букв. Четырехзначный код нам оказался более чем достаточным, чтобы всего это сложное строение можно было закодировать. В общем, несмотря на то, что ДНК – это молекула жизни, и есть, по сути, сама жизнь, мы не можем состоять из чистого ДНК. Она неактивна, у нее нет какой-то возможности, не знаю, питаться, добывать себе пропитание. Состоим мы все-таки по-прежнему из белка. А ДНК – это на своего рода как магнитная лента, которую, прочитывая, этот белок мы получаем. И надо сказать теперь еще, что это все происходит не очень быстро, то есть нельзя сразу на ДНК образовать в нужном месте нужный белок, все чуть-чуть сложнее. Дело в том, что на ДНК есть кодирующие и некодирующие участки. Те участки, на которых какая-то информация записана, про какой-то белок, называется ген. И чтобы нам получить, допустим, какой-то пищеварительный фермент или еще что-нибудь, что нашему организму сейчас потребовалось, в клетках начинается очень сложная и долгая работа. Сначала в ДНК активируется именно нужный участок, ген. Он прочитывается. ДНК переписывается на РНК, собственно, на рибонуклеиновую кислоту. Это очень похожая молекула, но немного другая. А только потом это РНК прочитывается и получается уже нужный нам белок. И при этом, пока мы с ДНК на РНК переводим, буквы остаются примерно такие же, только немножко, скажем так, противонаправленные. Напротив аденина, одной из букв, встает всегда тимин. Напротив гуанина всегда встает цитозин. Но в целом мы видим тот же самый текст. А вот когда мы с РНК считываем и получаем белок, то уже это всё работает по-другому. Готовая РНК подхватывает такой специальный большой комплекс, называется он рибосома. И эта рибосома, она против каждых трёх букв генетического кода ставит одну аминокислоту. И вот то, как эти три буквы прочитываются, то, какая аминокислота каким трем буквам соответствует, это и есть генетический код. То есть сама система кодировки. Есть даже специальная таблица генетического кода, на которую глядя мы можем всегда без проблем сказать, читая нитку ДНК или РНК, какой же именно белок она кодирует. Ну, то есть какую последовательность аминокислот выстроит организм напротив этой ДНК или РНК. А вообще сегодня ДНК о чём может учёному рассказать? ДНК, по сути, это абсолютно вся информация о любой биологической системе. То есть мы ещё раз приходим к тому, что есть ДНК, а всё остальное, ну, это как некий аватар, который с этого ДНК всего лишь считывается. Но при этом саму ДНК вот прямо на 100% мы, конечно, ещё не знаем. И исследования идутся в обратную сторону. То есть берут, например, людей, ну, не знаю, определённого там цвета волос или глаз, на них смотрят, пытаются понять, что у них общего у самих в ДНК, и тогда говорят, о, это там ген такого-то цвета глаз, волос, такого-то телосложения и так далее. Конечно, за последние 20 лет, с момента завершения проекта «Геном человека», кажется, что мы уже всё, где можно, копнули. Но по факту мы не знаем, самое страшное, чего мы ещё не знаем. То есть мы не знаем, какие гены ускользают от нашего внимания. Понятное дело, что только когда будет расшифрован, ну, по крайней мере, прочитан код всех людей, живущих на планете, тогда мы скажем, вот, существует точно такое количество генов, такое количество белков, давайте теперь разбираться в том, как они внутри организма взаимодействуют. А до тех пор пока что, как я уже сказал, исследуем в обратную сторону – от людей к ДНК. И насколько же мы похожи с бананом, например? Я знаю, что 60% совпадения. Ну, вот здесь, на самом деле, есть расхожая информация. Давайте скажем, что, в принципе, во-первых, генетический код универсален. То есть он у нас точно такой же, как у банана, у кошки, у собаки, у любого вообще живого существа на нашей планете. То есть каждая клетка планеты Земля расшифровывает вот эти вот три буквы генетического кода как одну и ту же аминокислоту. И это очень круто, потому что, если, например, мы какой-то ген из организма из одного вырезаем и в другой вставляем, мы можем быть уверены, что прочтется он точно так же. Вот отсюда, например, вырастает вся технология получения ГМО. Мы, ну, не знаю, хотим светящуюся кошку или мышку. Что нам для этого нужно? Берем медузу, в которой есть светящийся белок. Значит, есть ген светящегося белка. Этот ген мы вырезаем, вставляем в кошку. И у нас получается кошка точно такая же со всем набором белков кошки. Но при этом в ней работает еще вот ген белка, который светится, и там светящаяся котейка у нас на выходе есть. Так мы и работаем. И еще раз это благодаря универсальности генетического кода. Это все не случайно, а потому что все мы вылезли когда-то из одной лужи. Все мы ведем, ну, скажем так, некое происхождение от единого общего предка. И поэтому генетическое постоянство сохраняем. Отдельно, правда, был вопрос, немножко в сторону, но тем не менее. Почему, собственно, генетических букв всего 4? Ну, чисто технически, опять же, в лаборатории, вот сейчас мы можем получить сколько угодно. Не очень сложно сделать там новое азотистооснование, что-то встроить в ДНК. Но вот в природе только это 4. И стали следовать. И выяснилось, что что бы мы ни сделали, какую бы новую другую букву мы бы не придумали, они все гораздо хуже реагируют на ультрафиолет. Они менее устойчивые. А вот эти 4 лучше всего ультрафиолет рассеивали в тепло. То есть, по-видимому, в какой-то не очень защищенной от ультрафиолета луже все это начинало, закипало. И вот именно поэтому только эти 4 буквы там и остались, которые ультрафиолету смогли приспособиться своим химическим строением. Теперь с этим и живем. А по поводу сходства с бананом, ну, то есть, невизуального, да, генетического? Нет, ну, может, у кого-то и визуальный есть. Почему человек так похож на банан, да, и все вы знаете, о ком речь. На самом деле, у всех, опять же, живых существ на планете, у всех клеток есть примерно повторяющиеся одинаковые гены. И чем нам организм родственно ближе, тем, понятное дело, таких генов будет больше. Что это за гены? Ну, то есть, опять же, визуально строение наше с бананом, биохимия наша с бананом, как будто бы не прямо очевидно. Дело в том, что все, опять же, упирается, вот то, что я сказал, универсальность генетического кода. Если ДНК у всех одинаковая, то в каждой клетке на планете Земля механизмы, которые с этим одинаковым ДНК работают, тоже одинаковые. Вот, например, есть белки, которые ДНК упаковывают в хромосомы. И это значит, что есть ген таких белков, и он у всех одинаковый. Есть белки, которые ДНК копируют. Это значит, что есть ген этого белка, и, опять же, этот ген у всех одинаковый. Это называется гены домашнего хозяйства. И они вот как раз и совпадают у нас с бананом, с любым другим растением и так далее. Это, знаете, как хорошо можно сравнить вот компьютеры или телефоны. Если мы их вот просто открываем и видим информацию, которая на них записана, фотографии разные, приложения разные, вроде все разное. Но если мы сравниваем их жесткие диски, то мы видим, ага, и тут, и тут 10% памяти занимает одна и та же операционная система. То, как сам телефон умеет работать с файлами. Вот то же самое тут. Вот эти гены домашнего хозяйства – это как базовая операционная система. То, чтобы клетка могла сама по себе оставаться живой. А все остальное, что на это накручено, чтобы одна клетка превращалась в банан, а другая клетка в печень человека – это уже так называемые гены роскоши. Не такая уж прям большая доля генов. Нам кажется, что мы с бананом очень разные. Моим друзьям знакомы так кажется в основном. Но на самом деле это только то, как уже готовые клетки сложились. А с каким из растений вот у нас операционка максимально похожа? Ну, с растениями совсем примерно одинаково похожа. Здесь, опять же, надо в первую очередь смотреть на близкородственность, на родство. Если мы говорим про то, кто с нами генетически совпадает максимально, то это, разумеется, наши ближайшие родственники, остальные приматы. Понятное дело, что просто с ними у нас последний общий предок был сравнительно недавно. Если мы, что называется, идём во времени вспять, мы видим другие развилки. Когда у нас там, например, был последний общий предок со всеми млекопитающими, с обезьяной у нас 90% общего ДНК примерно одинаковых генов, то, значит, со всеми млекопитающими порядка 80%. Смотрим на предыдущую развилку, общее количество генов со всеми позвоночными. Там, не буду сейчас врать, точно не помню, допустим, 70% и так далее. В общем, мы можем точно сказать по вот этим вот генетическим развилкам происхождения, кто к нам ближе всего и кто к нам дальше всего. И дальше всего от нас стоят как раз бактерии. Ну, то есть, те ребят, с которыми мы, условно, там ещё в той самой первой луже разделились. У бактерий вообще всё устроено немножко по-другому. Здесь давайте введём два новых слова. Мало ли, пригодится, чтобы интеллектуально доминировать на работе над коллегами. Не используйте слово «бактерии». Это ж мещанство. Используйте слово «прокариот». «Про» приставка значит «до» или «перед», «карио» значит «ядро». Доядерные или безядерные организмы. Действительно, у бактерий, у прокариотов нет ядра внутри клеток. У нас, таких вот более прогрессивных, ядро есть. И мы называемся, если вам надо назвать как-то всех ядерных, называйте их «эокариоты». «Эо» приставка «истинное или настоящее», «карио» – ядро, настоящие ядерные организмы. И у прокариот-эокариот серьёзные различия в генетике, в ДНК и во всём остальном. Сам генетический код такой же. То есть, всё так же, те же самые три буквы будут соответствовать той же самой одной аминокислоте. Но то, что, во-первых, у прокариот нет ядра, уже само по себе серьёзное отличие. У них ДНК не намотано на белки. Тоже второе важное отличие. ДНК у них вообще в виде кольца. Если у нас с вами, ну и у всех остальных эокариот, ДНК – это линейные молекулы, которые сворачиваются в такие вот, как любят рисовать, X-образные хромосомки, когда клетки делятся, то у прокариот – это кольцо, которое внутри клетки бактерий просто такой взвесью постоянно и болтается, ничем не защищённое. И очень важны ещё механизмы включения-выключения генов. У нас все клетки разные, и у нас, например, клетки глаза содержат информацию о том, как устроена печень, но вместо глаза печень не вырастает. Работает только маленькая часть генов в каждой клетке, порядка 10%. А бактерии, напротив, они же одноклеточные, у них практически всё работает сразу. У них все гены, все необходимые, и под 90% генетического их запаса активировано почти что каждую секунду. И вот этот механизм включения-выключения на самом деле тоже принципиальный момент, потому что если мы вспоминаем, опять же, про родство наше с бананом или любым другим многоклеточным, то тоже большая часть генетического кода – это инструкция, какой ген в какой момент включать-выключать. У бактерий всё устроено по-другому. Если у нас гены вот эти вот разбросаны, и инструкция тоже к ним разбросана, эти рубильники, то у бактерий всё это сгруппировано такими плотными блоками. Называется это оперон. То есть сразу много белков под одним управлением. И вот находит бактерий что-нибудь покушать, какую-то молекулу. И сразу у неё должны заработать и белок, который эту молекулу в себя всасывает, и который модифицирует, и который переваривает, и который из неё что-нибудь синтезирует. Логично их под один рубильник сделать. Вот отсюда и такие цифры, что у них почти всё всегда сразу работает. А исторически могло так получиться, что бактерии, например, эволюционно дальше бы двинулись и развились, а мы нет? Так и случилось. Мы и есть те бактерии, которые двинулись эволюционно дальше. Это вообще забавно, прозвучит. Но почему мы сейчас такие нарядные люди в студии, а не бактерии? Потому что когда-то мы были очень плохими и посредственными бактериями. Ну, то есть, те ниши, которые все когда-то занимали, вот самые успешные представители их занимают до сих пор. Ну, по сути, если мы двинулись дальше, это значит, что нас из вот этого родного лона выдавили эволюционную конку. Мы там не освоили, пришлось куда-то ещё двигать, модифицироваться, меняться, приспосабливаться. Но вообще прямого перехода от бактерии, от прокариота к эукариоту, вот такого, его на самом деле не случилось. Если мы говорим про происхождение от нас таких, от ядерных организмов, здесь надо подключать теорию, называется она теория симбиогенеза. Дело в том, что мы знаем бактерии, не бактерии, а есть ещё целая большая третья ветвь живого. Называется она археи. Визуально те же бактерии. Вы их на руках возьмёте, особо не отличите. Но на внутреннем, на химическом уровне, они, вот эти археи, похожи на эукариоты больше, чем бактерии. И что из себя представляет теперь уже отдельно взятая клетка любого там многоклеточного у нас с вами, или там позвоночного, это симбиоз археи и бактерий. Какая-то архея, хищная, по-видимому, когда-то съела бактерию, которая занималась тем, что нормально взаимодействовала с кислородом. Эта бактерия стала внутри клетки археи жить, благоденствовать. Она занимается тем, что работает как энергетическая станция, теперь называется митохондрия. И вот благодаря этому сразу появился колоссальный запас энергии, стало возможно работать клеткам нормально с кислородом. Эти археи пошли дальше с такой-то энергетической станции, увеличили как раз размер ДНК. Если у обычной бактерии он в среднем 1-2 мм, у человека это уже почти 2 метра, то есть на порядке. После этого уже образовалось ядро, стало возможно быть таким вот сложным, а впоследствии ещё и многоклеточным. Ну и вот, здравствуй, понедельник. Вот вы видите, да, что из этого получилось? Ну неплохо получилось, мне в принципе, как сейчас, даже больше нравится. Если мы говорим о том, чем питается ДНК вообще, отмотав назад, мы должны были быть, не знаю, плодтоядными, такими, какими остались. Повлияло ли то, как мы едим на наши геномы и влияет ли сейчас? Давайте скажем, что ДНК ничем не питается. ДНК, опять же, оно будет одинаковое у всего на планете Земля, независимо от способа питания и так далее. Это просто хранилище информации. Вот ДНК, а тем более ДНК в ядре, я люблю представлять, знаете, в виде сейфа, напитого для долговременного хранения. Вот эти вот РНК, которые, собственно, мы достаем, когда нам нужен какой-то ген, нужен какой-то белок, это такие короткие, недолго живущие временные инструкции или документы. Ну а уже белок, который с них считывается, это какой-то там инструмент, который отправится, например, заниматься перевариванием пищи, да, там, расщеплять другие белки или расщеплять углеводы и так далее. Ну, то есть, прикладная уже конструкция. Отвечаю на ваш вопрос по поводу способов питания. Еще раз, ДНК у всех, кто бы чем ни питался, одинаковая. Но гены у животных, белки разные. Белки ответственные за переваривание, соответственно, тоже разные. У кого-то есть ферменты, нормальную переваривать, не знаю, растительную пищу, у кого-то их нет. Это все нужно для чего? Для чего мы вообще их перевариваем? Нам нужны белки, жиры и углеводы. Вот углеводы у нас отправятся в ту митохондрию, про которую я сказал. Они у нас превратятся, по большей части, в энергию. Жиры и белки – это строительный материал. Жиры – оболочка клеток, преимущественно. Белки – рабочие инструменты. И, опять же, в зависимости от того, какие инструменты нам нужны, из каких аминокислот, допустим, они будут состоять, такого вот содержания аминокислот нам пища и нужна. И в этом плане, на самом деле, опять же, все достаточно близки. Аминокислот-то всего 20. И, по идее, весь мир, любое живое существо, все эти 20 аминокислот плюс-минус как-то доиспользуют. Человек однозначно всеядный. Проверить это очень легко. Вы можете съесть что угодно, и оно у вас переваривается, и мы от голода при этом не страдаем. При этом часто есть большие споры о том, что человеку предначертано природой быть больше мясоедным или травоядным. Опять же, всеядность, она и в дикой природе очень часто встречается. Это тоже свой конкретный набор способов питания и механизмов того, чтобы это питание организовать. Почему мы, допустим, не травоядные? Потому что у травоядных есть проблема. Им не хватает аминокислот. В растении не содержат все их, которые нужны, например, для животного, для построения мышц. Поэтому у всех травоядных есть максимально неэппетитное приспособление насчет своего травоядия. Например, вот что делает корова. У нее многокамерный желудок, она ест травушку, это все ей попадает сначала в первый отдел, в рубец. Там не очень низкая кислотность, там бактерии. Они для коровы всю травушку переваривают. Что она делает потом? Она чуть-чуть отрыгивает и заглатывает уже в другой свой отдел желудка, где кислотность почти как у нас, и она переваривает свои бактерии и получает из них аминокислоты, необходимые для жизни. Что делают всякие, ну не знаю, зайчики, суслики, такие маленькие травоядные, очень неаппетитные. Они что-то переварили, выделили, подобрали, отправили на второй круг. Вот этот момент. Они как раз делают то же самое, что и по сути коровы. Они берут бактерии, уже вышедшие из их кишечника, и отправляют к себе снова в желудок, чтобы переварить свои бактерии и получить запас аминокислот. Мы так не делаем, к счастью, слава богу. Но можем ли мы считать себя, исходя из этого, тогда мясоедом? Нет, не можем, потому что приспособлений мясоедов у нас тоже нет. Например, почти все хищники, ну хищники, они выделяют витамин С своей печенью. Мы так не можем. Мы витамин С получаем только как раз из растительной пищи, ну или из печени какого-нибудь хищника, если вы её съедите. А почему нас тогда ещё пугают генномодифицированными продуктами? Вот здесь в чём фишка? Хороший вопрос. Нас много чем пугают. Наша главная задача – не бояться. Генномодифицированные продукты – это ничем с точки зрения своей внутренней биохимии, не отличающиеся от других продуктов вещи. То есть, ДНК будет точно такая же. Я вот приводил пример, как мы можем получить, например, светящегося котика, вставить один ген, получить кота просто с дополнительным белком. То же самое делают и с продуктами растительными, продуктами питания. Мы можем вставить, допустим, условно, ген, например, альбумина в помидор. И этот ген, этого белка альбумина, мы возьмём неважно из кого. Может, из щуки, из коровы, из лягушки. Это не значит, что у нас получился помидор франкенштейна наполовину лягушачий. Просто у нас будет помидор с большим содержанием этого белка. Так, конечно, не делают то, что белки животных в растениях плохо проявляются. В большинстве случаев, когда речь идёт про модификации генетические у тех же растений, там не вставляют, там, наоборот, что-нибудь ломают. Какой-нибудь ген можно отключить. Вот яблоко, допустим, темнеет на срезе. Это страшно, я скажу, не потому, что там железо. Железа очень мало. Практически нет железа в растениях. Железо там, где кровь. Почему? Почему темнеет? Есть фермент полифенолоксидаза. Она при контакте с воздухом начинает окислять полифенолы, превращая их в хенон, а не коричневого цвета. В общем, идея в том, что это защитный механизм яблока от насекомых. Чтобы просто самому подокислиться и сделаться менее вкусным, менее перевариваемым для какого-то насекомого, которое это яблоко начало грызть. Нам это не нужно. От насекомых мы наши яблоки сами можем защитить. Поэтому есть сейчас геномодифицированные сорта яблок, у которых этот ген отключили. Яблоко не темнеет на срезе, дольше сохраняет свою привлекательность. ГМО ещё, опять же, людей пугает, потому что технология, с которой в основном люди в повседневной жизни не сталкиваются, вот там какие-нибудь вышки 4G, тоже всех пугают, но без них тяжело. А без ГМО, кажется, ну вроде и так живём. Зачем узнавать, что это? Легче, ну, в основном, просто отгородиться. Тем не менее, технология очень полезная. За ней, конечно, будущее, потому что мы можем получать благодаря ней продукты, необходимые нам. Например, даже с каким-то терапевтическим, профилактическим эффектом. Сейчас сделаны помидоры в Японии для гипертоников. Получить такой помидор обычной селекцией, давайте сразу скажем, тоже, в принципе, бы можно было. Потому что чем вообще ГМО отличается от селекции? Да ничем. Ну, то есть, когда вы смотрите на табличку «не содержит ГМО на каком-то продукте», имейте в виду, это чисто профанация. Содержит она или не содержит, то сныть это невозможно. Ну, нет какого-то механизма отличить одно от другого. Просто селекции, то есть скрещиванием направленным, это было бы сделать дольше, сложнее, и непонятно, куда бы это строилось, как бы оно у нас получилось. Очень часто даже вещи, которые на самом деле получены естественным, допустим, научным путём назовём это так, почему-то считают ГМО. Вот, например, есть сейчас на каждом прилавке помидоры, которые долго лежат и не портятся. Людям кажется, ну вот. Да, не только помидоры, очень много таких овощей и фруктов. Как картонные овощи-фрукты, да, страшные бездушные биоинженеры, что наделали? На самом деле нет, никакого влияния умелой руки не прослеживается. Просто исторически всегда отбирали помидоры, которые дольше хранятся. Вот нам помидор кажется вкусным, если в нём много сахаров и большое разнообразие сахаров. Кто ещё любит сахара? Сюрприз-сюрприз. Бактерии. Отбирали самый долгоиграющий помидор, в итоге отобрали просто самый невкусный. Вот он лежит две недели, но на вкус как вода. Вот даже наоборот скажу, сейчас с помощью ГМО мы могли бы сделать сразу и долгий, и вкусный помидор, но здесь уже, опять же, проблем с недовольной общественностью. Задача популяризации науки перед учёными и, в общем, просвещения, чтобы все эти предрассудки победить и помидоры починить. А вот если мы сейчас заговорили с вами про овощи, я просто читала, что у картошки сложнее всё устроено, чем у человека. Это правда или нет? И как можно такому доверять? Это обидно, в конце концов? Хотелось бы сказать, что зависит от картошки человека. Она что, лучше нас? У картошки действительно больше хромосом. У человека в норме 46, у картошки 48. Но хорошая новость. Количество хромосом не значит глобально ничего. Это просто способ упаковки. Когда клетка делится, а наши клетки делятся, нужно, чтобы в две новые клетки из одной старой ДНК разошлось поровну. Чтобы были всюду одинаковые гены, и обе клетки могли существовать. И вот способ ДНК поровну разделить, способ поровну разделить ДНК – это и есть хромосомы. Эти ДНК скручиваются особым образом в X-образную такую структуру, расходятся попарно, и вот у нас две одинаковые клетки. И опять же, количество хромосом – это просто способ упаковки. Вы переезжаете, можете все вещи утрамбовать в 10 маленьких пакетов. Можете в две больших сумки. На качество вещей, на количество вещей никак не повлиять. Только транспортировка. Только транспортировка. И вот что у человека, что у картошки. Если хромосомы маленькие, большие, можно было бы упаковать это по-другому? Можно. Повлияло бы это на что-то? Скорее всего, нет. Здесь, правда, надо сказать, что я это всё произнёс, закрадывается представление, что, наверное, окей, не способ упаковки, наверное, просто длина ДНК, размер ДНК какую-то тогда основополагающую роль имеет. Тоже нет. Опять же, у растений чаще всего ДНК больше, чем у человека. Вообще, у человека и среднее количество хромосом, и средний размер ДНК. У лягушки почти в два раза ДНК больше и длиннее, чем у человека. И ничего. Мы вот, смотрите, какие-то, опять же, сложные получаемся, но лягушка где-то в другом месте квакает. И здесь, опять же, мы просто подходим к той идее, что самое важное – это гены. И набор генов. Большая часть ДНК, она не кодирующая. Человеку всего 2% длины ДНК несут на себе информацию о белках, о том, как, собственно, правильно быть человеком. Остальное, ну, это по большей части мусорная ДНК, а еще небольшое количество регуляторных участков. И оно сохраняется, оно накапливается, оно может разрастаться до колоссальных размеров, вот эта вот мусорная, не кодирующая часть. Почему она не отсеивается? Да потому что никому не мешает. Если не мешает, значит, сохраняется. У нас все в мире меняется под действием естественного отбора. Если какое-то новое изменение не снижает выживаемость, то оно сохраняется. Поэтому, когда какой-нибудь там ненужный, совершенно пустой участок ДНК, допустим, берет и удваивается, то да, ДНК становится длиннее. На сложность организма, на то, как этот организм выглядит, квакает, на его белки, на белкам, это не повлияет. Так что не стоит смотреть напрямую ни на количество хромосом, ни на длину ДНК, только на гены и на их взаимодействие между собой. Ну, от растений предлагаю перейти к животным. Ну, самые популярные, мне кажется, эксперименты – это по пересаживанию от свиньи человеку каких-то органов. И вообще, насколько действительно ли наши похожи ДНК, геномы, или мы можем любое взять животное, и там будет то же самое. Насчёт пересадки органов от свиньи. На самом деле, таких пересадок особо-то ещё и не было. Всё-таки свинья… Эксперименты ведутся, и говорят, что свинья близка нам. Свинья нам не близка. То есть, с точки зрения генетики, вот опять же, кто к нам ближе всего? Приматы. Приматы. Но от обезьян-то не пересаживают. А даже больше скажу. Ещё ближе, чем примат, нам другие люди генетические. И если мы хотим даже орган от одного человека пересадить другому человеку, надо сначала очень-очень долго искать подходящего донора, чтобы орган не оторгался, его пересаживают, и потом всё равно ещё всю жизнь на иммуносупресантах сидеть, чтобы, опять же, организм этот орган не отверг. Очень здесь сложно подобрать от человека к человеку донора. От обезьяны фактически невозможно от свиньи, тем более. Есть идеи и исследования на том, чтобы сделать из свиньи, скажем так, инкубатор по выращиванию подходящих человеку органов. Есть идеи о том, чтобы сделать органы незаметными для иммунитета, чтобы они не отторгались. Но пока это всё-таки из разряда ещё фантастики. Ну, то есть напрямую от животного человека пересадить проблематично. Почему смотрят на свиней, собственно, даже не на тех же шимпанзе, допустим, свиньи очень похожи по размеру органы. Это прям отличный, во-первых, инкубатор. Их разводить не очень сложно. А ещё очень важный момент – они тоже всеядные. Ну, то есть если мы хотим выращивать человеческую печень свинье, надо, чтобы эта печень снабжалась тем же самым, чем она будет снабжаться, когда её подсадят человеку. То есть подсадим исключительно травоядное, да, там другая биохимия. Клетки человека будут плохо приживаться там. Исключительно плотоядное тоже. А вот свинья прям… Ну, ещё раз, генетически это не делает свинью ближе к нам ни в коем случае. Мы говорили о том, что при ГМО с овощами истории, да, там отключается ген, добавляется какой-то ген. А почему вот с людьми так не получается выключить, включить, добавить, убрать? Получается просто. Законодательная база немного мешает. Хорошо, давайте теоретически в этом смысле. Нет никаких проблем с редактированием человека. Даже больше скажу. Сейчас речь идёт не о создании какого-то нового сорта человека, как мы это делаем, например, с животными или растениями, когда мы модифицируем половые клетки, чтобы получить что-то хорошее в дальнейшем. Сейчас людей можно редактировать даже на живую. Есть уже ДНК редактирующей вакцины. Нет, года три назад, по-моему, вышел на рынок первый препарат от спинально-мышечной атрофии. Дай бог памяти, золгенсма называется. Один укол стоит каких-то безумных миллионов долларов. Но что он в себя содержит? Он содержит ДНК редактирующий компонент, который вырезает неисправный ген у страдающего человека. Содержит же этот препарат в себе, что называется, правильный ген, который организм использует в качестве заплатки. Происходит редактирование сразу огромного количества клеток уже рожденного человека. И да, это получается. Это эффективно. Сейчас ведутся разработки таких же редактирующих препаратов для всех других хронических заболеваний. Я думаю, к концу 21 века, к сожалению, не раньше, мы потихонечку всё вредное из своего ДНК научимся вырезать, заменять на нормальное. Может быть, вообще выдохнем, полностью избавившись от хронических заболеваний. Но это пока ещё, что называется, футуристическая спекуляция. Отвечая на ваш вопрос, с редактированием людей, в том числе на живую, проблем теоретических нет. Оно возможно, оно применяется. Ну а все исследования в области растений, животных, я имею в виду ДНК, геномы и так далее, для чего они вообще учёным? Не для этого, не для того, чтобы потом на человеке это всё уже тестить? Медицина, ну и прикладное использование. Вообще, наука вдали от прикладного использования, называется философия, и она была полезна в Древней Греции. С тех пор уже хочется что-то получать от того, что мы что-то знаем. И в этом плане, конечно, всё, о чём мы с вами говорим, это напрямую прикладная вещь. Когда мы изучаем, например, ДНК растений, мы можем сразу, уже без каких-либо проблем, заниматься даже направленной селекцией. Хотим ещё лучше заниматься, ещё сильнее ускорить. Переходим к ГМО, сразу получаем продукт с нужными нам свойствами. Продукт, который, опять же, может быть даже сам по себе терапевтический. Если мы говорим про изучение ДНК человека, это вот медицина. Какой ген не работает? Какому человеку с таким вот сломанным геном нужно питание, лечение? Предрасположенность к заболеваниям можно даже предугадать уже там в момент рождения и тоже занимаются. Я думаю, ну, 21 век, он закончится. Покажет, да, кто что сделал, хорошо или плохо. Ну да, ну скажем так, мы идём к мерным, верным шагам, подбираемся к полному познанию ДНК. Как только это станет возможно, ну да, вся жизнь, в том числе человек, любая живая клетка станет таким холстом, по которому можно будет творить что угодно. Ну и, собственно, направленная медицина, получение каких-то важных, нужных для нас продуктов, даже энергетическая сфера. Я думаю, это всё вот в ближайшее время покажет, почему ГМО и изучение ДНК так важно. А вот, например, расхожие выражения там, папины гены, да ты копия папы, не знаю, там, или мамина порода, вот она имеет место с точки зрения науки быть реальностью? Ну, конечно. Ну, мы же прямо однозначно наблюдаем, что дети чаще всего похожи на своих родителей, но на маму как минимум. В эмоциональном плане, я имею в виду? В эмоциональном плане меньше, чем в визуальном. Сейчас тоже, опять же, ведутся работы. Спасибо большое всем людям, которые ходят, сдают генетические тесты, казалось бы, для себя. Но на самом деле вся эта информация, которая сдаётся, она попадает в некую общую базу, и, что называется, можно её обработать, посмотреть. Какие гены с чем больше связаны? Из этого видно, что темперамент, какая-то вот такая предрасположенность к возбуждению, она как-то генетически связана. Из этого видно, что, опять же, там даже какое-то семейное поведение, склонность к риску или авантюрам, оно тоже имеет под собой какую-то генетическую подоплёку. Как-то оно всё-таки передаётся. Как именно, до конца непонятно. Нету, что можно точно сказать, определённого гена, который за то или иное бы решение или эффект отвечал. Но весь организм – это набор взаимодействия множества генов. Есть, например, ген чувствительности к дофамину. То есть, понятное дело, что он вместе с ещё 20 другими, допустим, генами будет за чувствительность отвечать. Но вот модификация в каком-нибудь из этих 20 приводит к тому, что у человека там повышается чувствительность, повышается склонность к рискованному поведению. Было недавно исследование. Посмотрели на, в основном, африканские племена, какие-то бразильские генетики. Обнаружили, что модификация, собственно, гена чувствительности к дофамину и повышение склонности к авантюрам, оно вообще характерно для охотников-собирателей. То есть, по-видимому, вот это прям какой-то был важный эволюционный фактор, который побуждал подниматься там с места, куда-то от пещеры отходить, что-то там по кустам искать. У популяции людей, которые уже ведут оседлый образ жизни, частота встречаемости такой модификации этого гена очень низкая. То есть, вот такие какие-то достаточно разрозненные элементы нашего представления о наследуемости поведения, социальной активности, они сейчас, конечно, изучаются, но чтобы вот это понимать, нужны, конечно, гигантские массивы данных. И надо произнести, что всё-таки воспитание, вот формирование нервной системы уже родившегося организма, оно здесь оказывает гораздо больший эффект. Потому что есть, например, эксперименты с близнецами, вроде бы одноутробные, с абсолютно одинаковым ДНК, но вот, грубо говоря, на одного в детстве там собака налаяла, он теперь животных боится, допустим, склонен к одному поведению. Другому, наоборот, собака подошла, он её погладил, вот животных любит. И вот два абсолютно разных человека с абсолютно одинаковым ДНК. В общем, не стоит уповать на наследственность, надо заниматься воспитанием, самовоспитанием это важнее. Кстати, вот вы заикнулись по поводу исследований ДНК-тестов, они очень популярны были одно время, сейчас, мне кажется, немножко спало. Насколько их реальная экспертиза имеет отношение к людям? Или это какой-то просто набор универсальный? Потому что там же есть и место рождения, и склонность к ожирению. Это реально можно всё через ген прочитать, ту информацию, которую они выдают? Честно, здесь надо смотреть в первую очередь на то, что обещает вам, собственно, производитель этого теста, что именно у вас собираются посмотреть в ДНК. Здесь нельзя взять какую-то такую общую большую картину, общий вывод. По каждому гену информация у учёных, у науки как таковая, есть с разной достоверностью. Какие-то вещи действительно хорошо предсказываются, например, склонность к раку груди. Может быть, помните, была очень громкая история. И действительно там чётко показано, что изменение в одном единственном гене, оно повреждает ремонтирующую систему ДНК. Прям вероятность рака резко подскакивает. Вот такие предрасположенности изучены хорошо. Какие ещё вещи мы в ДНК прочитать можем, но от них пока ещё даже не знаем, нам никто не скажет. И здесь надо смотреть, что, собственно, у вас собираются искать. Что касается родства, условного происхождения и так далее, для себя, для интереса, наверное, можно сделать, почему бы и нет. По болезням, а уж тем более по предрасположенностям к поведению, здесь часто встречаются не совсем правильные спекуляции. Например, есть тесты, которые сразу обещают предрасположенность к музыке, точным наукам и так далее. Это, конечно, очень плохо, на мой взгляд субъективный, с точки зрения воспитательного процесса, потому что если, грубо говоря, ребёнок, я на него смотрю, читаю в его анамнезе, ага, значит, учёным ты уже не станешь. Я его буду так воспитывать. То есть я буду исходить из какого-то предположения на основе какого-то теста, который, по сути, ничего ещё доказанного не значит. Это плохо. Лучше вот на такого плана вещи закрывать глаза, смотреть только на прикладные вещи по болезням, смотреть по достоверности для каждого гена. Ну, конечно, в первую очередь нести это всё, показывать своему личному врачу. И требовать, чтобы он умел в этом разбираться. Вот что нужно. Вы заикнулись про сломанный ген, вообще, что такое мутации, что такое сломанные гены, как это объяснить? Ну, ДНК – это материальная структура. Как и всё материальное, оно не вечно под Луной. Оно ломается. При копировании молекулярные механизмы, которые копированием занимаются, иногда ошибаются. Если ДНК – это определённая последовательность вот этого вот буквы генетического кода, то мутация – это, например, замена одной буквы на другую. А мутация – это вырезание куска и вставление его в другое место, или удвоение куска. То есть, по сути, любое изменение. Эти изменения накапливаются вне кодирующей части. То есть, мы сказали, что у нас за кодирование белков, того, кем мы являемся, отвечает всего 2% ДНК длины его. И они примерно у всех одинаковые. Ну, у людей. Почему? Потому что любое изменение в гене, который отвечает за важный белок, почти всегда приводит к смерти. Такие особи просто не выживают. Поэтому 2% – они такие стабильные, одинаковые. А если это идёт 98% остального, где что бы ни происходило на организм, это не влияет, и они очень сильно, 98%, различны даже у каких-то родственников. Потому что каждый раз, когда клетка делится, даже внутри одного организма, вот в этой вот некодирующей части какие-то изменения накапливаются. Бояться мутацией не стоит. Как правило, они ничего не меняют. Но когда они что-то меняют, то у нас возникает разнообразие. А потом естественным отбором это разнообразие ещё и корректируется. Кто надо выживает, кто не надо умирает. И вот мы, смотрите, как можем доэволюционировать, до каких масштабов. Продолжительность жизни читается по ДНК, по генам? С продолжительностью жизни всё очень и вообще сложно. Потому что само по себе старение – сейчас дискуссионная вещь к тому, относится ли она к генетике или не относится. Есть куча теорий старения. Почему вообще люди стареют? Есть животные, которые считаются, что вообще не стареют. То есть оно как-то принципиально отключаемо. И в этом ключе, наверное, очень важно сказать, что старение для биологии – вещь полезная. Потому что глобально какая задача у всего живого? Как можно быстрее оставить потомство и как можно быстрее после этого сразу освободить им пространство. Потому что новое потомство несёт новый набор генов. Оно приспособлено к новым условиям. В общем, это разнообразие и смена поколений – это краеугольный камень к тому, чтобы мир совершенствовался. Человек, смотрите, как пошёл против всего остального животного мира. У нас, наоборот, отбор на долгожительство. При этом, опять же, теоретически, старение может быть таким образом привязано к каким-то конкретно генам старения. Это не единственная, даже, может быть, не основная теория, почему люди стареют, но тем не менее интересная. Потому что, как я уже сказал, есть животные, которые вроде бы старению не подвергаются. Например, очень знаменитое такое животное – голый землекоп. Есть ещё летучая мышь, которая тоже вроде не стареет. Есть предположение, что киты некоторые северные не стареют, потому что там вроде половозрелый ещё молодой кит, а в нём там кусок гарпуна 200-летней давности, а вот он, смотрите, молодой. Проблема только китов выращивать в аквариуме, чтобы их изучать. А так очень интересный вопрос. Многие учёные, многие группы пытаются разгадать, в чём это секрет. Если разгадают, вероятно, смогут сделать действительно какое-нибудь принципиальное лекарство от старения. Если не разгадают, то не смогут. Опять же, есть теория о том, что оно не генетическое, а просто связано с накоплением ошибок при делении клеток, накоплением каких-то продуктов жизнедеятельности клеток и так далее. Тогда пощинить это будет гораздо сложнее. Но, что называется, тоже смотрим с надеждой. Послушала Егора и поняла, что перспективы у человечества благодаря ДНК и генам безоблачные. Егор, спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Продолжение следует...